Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего разговора – «Как постились в Ветхом Завете». Лучше всего разговор начать с самих слов. Какие слова использовались древними библейскими авторами, когда речь шла о знакомой каждому из нас в практике поста, пощения. И использовалось два основных слова, два глагола, из которых первое является более поздним, появляется в позднейших книгах Ветхого Завета, Но более точное, более техническое слово имеется в виду глагол «цум» или инфинитив «ля цум» – поститься, воздерживаться от еды, от каких-то диетических излишеств и практиковать такое пищевое воздержание, которое имело своей целью духовные материи, духовные мотивы. Но слово, которое используется в большей степени и в древних книгах Ветхого Завета, является для нас необычным и странным. Что имеется в виду? Итак, глагол «она» имеет первым своим значением такие значения – бедствовать, страдать, стихнуть, испугаться, смириться, покориться и быть измученным. Это есть первое значение этого слова. И иногда слово используется в значении переносном, и тогда переводчик переводит просто «поститься», и они постились, или они начали поститься, или Бог повелел им поститься. На самом деле написано здесь «никакой не поститься», а Бог повелел им бедствовать, страдать, стихнуть, испугаться, смириться, покориться, быть измученными. Но из контекста мы понимаем, что, скорее всего, имелась в виду именно практика поста. Да. И этот смысл, смысл духовный, внутренний, является давлеющим в Ветхом Завете, объясняющим смысл самой этой практики. Говоря об истории этого института, хорошо пройтись по основным этапам всей Ветхозаветной истории. Какие это этапы? Это период допленных, до момента, когда евреи были уведены в плен, в Междуречье, Месопотамию, Вавилонское пленение известное. Второй этап – это есть время Вавилонского плена и то, что было после этого плена. И, наконец, этап третий – времена так называемые межзаветные, которые находят отражение уже в новозаветных книгах. Итак, что было у евреев с постом до Вавилонского плена? Все было одновременно и нормально, но одновременно момент один вызывает наше изумление. Что имеется в виду? Ну, нам известен лишь один день поста, которые должны были, исходя из библистских директив, повелений, предписаний, соблюдать все иудеи. И, конечно же, это вызывает у нас некоторое недоумение, потому что, ну, так много есть заповедей, постановлений, уставов, законов, норм в законе Моисеевом. Эти заповеди касаются диеты, они касаются диеты, замечу. Эти заповеди касаются одежды, правил этики, правил культа, правильного богопочитания. Они касаются вообще всей жизни. И вот на фоне этого изобилия правил, которые насчитываются порядка шести сотен в своем объеме, эти заповеди и уставы, мы находим лишь одно правило, касающееся поста. Вот поститься нужно было евреям в допленный период лишь раз в году, это так называемый день искупления, Йом-Кипур, день общенационального покаяния, когда евреи раскаивались в том, что они совершили непреднамеренно, не специально, и внешним выражением этого состояния было воздержание от пищи и от питья. Это называлось все постом. При том, что дней таких поста общенациональных было не то, что мало, а очень мало, это был один день, при всем при этом пост, конечно же, был знаком древним евреям. И евреи постились во времена Исхода, во времена Судей, Царей, очень и очень часто. Но вот в чем специфика этого пощения, ветхозаветного пощения в допленный период. Эти посты как будто бы возникали по инициативе отдельного человека или группы людей, города, села, всего колена, или всей нации в связи с какими-то экстраординарными, требующими участие Бога в этой ситуации событиями. Вот так, дорогие братья и сестры, то есть пост был однодневный, раз в год постились Йом-Кипур. Но помимо прочего, помимо этого, евреи постились и в другие дни, как о какие дни, они сами определяли. Потому что иногда нужно было испытать состояние, повторю еще раз, бедствия, страдания, испуга, смирения, покорности, измученности. И инициатором этого состояния как будто бы оказывался сам человек, вгоняя себя вот в эти вот рамки воздержания от пищи, хотя пища была в наличии, не было голода, не было изгнания, не было рабства, была пища. Но человек, движимый духовными намерениями, духовными целями, намеренно воздерживался от того, чтобы есть и пить, как обычно. Какие же были поводы для этого индивидуального, для такого общинного поста? Ну вот, например, вещь не очень очевидная, связь с обетом. Многие люди давали обет и как будто бы говорили, вот пока я не сделаю что-то, я буду поститься. Пример этого мы находим уже в Новом Завете, это книга Деяний, где мы читаем. С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Это глава 23 книги Деяний. Вот видите, пока я не сделаю чего-то, пока не посещу храм, пока не сделаю пожертвования, пока не сделаю предложение своей невесте, пока не возмещу нанесенный ущерб, я объявляю пост, я воздерживаюсь. Замечу, что пост в ветхозаветные времена, он походил больше на практику современных мусульман, когда верующий полностью воздерживался от того, чтобы есть и пить от пищи и питья в течение дня. Вечером пост можно было нарушить, он оканчивался, время вечера было время, когда пост иногда не соблюдался. Дальше. Люди, ожидающие какого-то откровения Бога, какого-то от Бога слова, тоже постятся. Пример очевиден, это есть Моисей, который хочет, чтобы Бог нечто важное ему сообщил, и чтобы он сам это все понял, и ради этого надо поститься. Иногда люди вымаливают прощение у Бога. Например, Давид постился 7 дней, ожидая, что Бог отменит свое обещанное наказание, и его сын будет жить дальше. Вот Давид постился 7 дней. После смерти человека тоже положен был пост, понятно, траурные дни, дни траура, плача, горевания, и в этом состоянии, в это время излишества кулинарные совершенно были неуместны. Замечу, что Давид, который постился 7 дней до смерти своего ребенка, как будто бы вымаливая прощение у Бога, Бог все равно свое решение не изменил после кончины ребенка, не постится. И это вызывает недоумение у придворных, как написано в Писании. Дальше. Ну и вот еще один есть важный повод, перед решающими событиями, исход которых полностью зависел от Божьей милости. Ну вот, например, сражения, которые вот будут завтра, и люди испытывают трепет, страх, они не уверены в себе, им нужно собраться. И пост является лучшим способом собраться и проявить собранность во время, требующее этой собранности. Как я сказал уже, пост подразумевал полное выдержание от пищи и от питья. Длился, длился вот он не очень долго. Один день было нормальное время, чтобы попаститься. Три было много, семь было очень много. Поэтому пост Давида вызвал настоящее удивление, шок. Это был очень долгий пост. Как это выражалось внешне, мы находим очень хорошо описание этого поста национального, общегородского, такого вот, общегородского, в книге Иона Пророка. И вот, что мы тут читаем про пост Неневитин. «И поверили Неневитине Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого». Видите, очень важная связка. Поверили, обратились к Богу. Испытали раскаяние, не постятся. «Оделись в одежды, выражающие их состояние». Состояние раскаяния, поста, вретище. И все это делают, от большого до малого. Это слово дошло до царя Неневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и одел в свое вретище. И сел на пепли от маленького неневитянина, младенца или ребенка, или подростка, до царя. Весь город, вся городская община, она погружена в раскаяние. Внешним выражением этого раскаяния является воздержание от пищи и перемена в одежде. Одежда праздничная, нормальная, дорогая, уходит в шкафы, в сундуки, одевается очень скромная, грязная, непрезентабельная одежда. «И повелел провозгласить и сказать в Неневии от имени царя и велимош его, чтобы ни люди, ни скот, ни валы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили». Видите, «не ели и не пили». «И чтобы покрыты были вретищем люди, и скот, и крепко выпияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих». Видите, значит, раскаяние, обращение к Богу, желание, чтобы он изменил озвученное решение, озвученный вередикт, что ваш город был разрушен. И в конце очень хорошее выражение, показывающее в этом царе человека, который понял специфику взаимоотношений с Богом Израилевым. Вот такая специфика этих взаимоотношений. «Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». Есть одновременно понимание того, что Бог не обязан повиноваться нашим мольбам, просьбам, каким-то нашим обещаниям, обетам. У Бога есть своя правда, у Бога есть свой суд, и он этот суд должен реализовать. При всем при этом, конечно же, во всем Ветхом Завете есть глубокое понимание, глубокая вера того, что Бог есть Бог милосердный, и он может умилосердиться, проявить эту сторону своего естества, выражающуюся в том, что Бог прощает виновников, дает им второй шанс. И вот в этом описании мы видим очень хорошее, такое, емкое описание того, как постились в Ветхом Завете в допленный период. Дальше. Значит, во времена плена возникают у евреев новые постные дни. Этих дней четыре, и они были связаны с тем, что город Иерусалим был захвачен, храм был разрушен, царь Годолия был убит, начало осады, все эти вот события, связанные с моментом захвата, разрушения Иерусалима и храма, они были отмечены постными днями. Вот возникает эти самые, увеличивается календарь общенациональных, рекламентируемых Библией постных дней, возникает такой календарь постных дат. В это время возникают такие более регламентируемые, регламентированные, точнее, выражения постного состояния. То есть можно было по этим внешним признакам убедиться, что человек постится. И нередко, видимо, на улицах своих городков люди встречали странных мужчин, которые сидели на улице, разрывали свою одежду, ходили в грязном, немытые, нечесаные, посыпали голову пеплом, либо вообще-то говоря, грязью земли, и всем было понятно, это постящийся человек. И вот, конечно же, все это являлось выражением того, что культура поста развивается, возникают такие вот обряды, устойчиво связанные с этим состоянием. И в этом нет ничего странного, потому что наше состояние внутреннее требует того, чтобы оно имело внешнее выражение. Но при всем при этом, конечно же, пророки об этом говорят, что, дескать, многие люди делали акцент на внешнем. Им надо было, чтобы их усилия по постному деланию были бы замечены, отмечены, увидены, и чтобы какие-то очки, как людям религиозным, им были бы начислены. Но, разумеется, все это не совсем вписывалось в состояние поста, когда человек находился в состоянии, по идее, беспомощности, потерянности, лишенности. Конечно же, тут было не до имиджа и не до репутации. Во времена межзаветные возникают некоторые такие вот еще усложнения в этой постной практике, которая была свойственна древнему Израилю. Что имеется в виду? Во-первых, календарь постных дат еще более увеличивается и усложняется. И мы находим у древних авторов и в Новом Завете указание на то, что фарисея, партия благочестивых иудеев, взяла на себя такой вот груз, элемент духовной дисциплины, поститься два раза в день. Эти дни были четверг, день, когда Моисей вошел на Синай, и понедельник, когда он с этого Синая спустился. Вот эти два дня, четверг и понедельник, они оказываются дними, когда фарисеи постятся, вот, когда они постились. То есть возникает на самом деле нужда, да, вот такой запрос на то, чтобы поститься чаще. Потому что, конечно же, практика поста, воздержания, помимо того, что она была экономически оправданной, была экономия, люди не тратились на продукты, на готовку в эти дни. Помимо всего прочего, действительно испытывали практикующий пост, состояние духовного подъема, да, когда можно было испытывать такие состояния, такое благочестие, такие молитвы к Богу и глубину в этих молитвах, которые на полный желудок невозможно было пережить, невозможно было испытать. Но дальше еще возникает такое явление, неизвестное в более древней эпохе, когда люди сбирают образ жизни постящегося человека. И вот в этом отношении и пост этих людей был другим, чем пост Моисея, Давида, Самуила и так далее. Это был другой пост. Они в этом посте ели что-то, у них было питание, ежедневное питание, но в этом питании они избегали продуктов. Лучше всего это описано в книге пророка Даниила, где описывается его рацион. Итак, Даниил постится, он испытывает состояние поста. Но какого поста? Добровольного, длящегося все время его жизни. Мы читаем про Даниила. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения трех седьминц дней. Ну, тут указано, что есть три недели, когда он постился. Но если бы этот пост был обусловлен тем, что давали этим юношам и Даниилу так называемую нечистую пищу. И чтобы ее избежать, вот Даниил ест то, что точно было чистым, вот, и скромным. Мясо и вино он не использует, вкусный хлеб, роскошный, он не ест, он употребляет в пищу скромный рацион, скромные кулинарные изделия. Подобный пост, разумеется, был и у пророчицы Анны, и у Иоанна Претечи. Они тоже описываются, как люди, постящиеся на протяжении времени своего служения, которое длилось у них годами, длилось в течение части, большой или большей части всей их жизни. Христос тоже, конечно же, хоть это не тема нашего разговора, выступает как лицо постящейся, знакомое с постом, да, и вот накануне преображения он постится, и пост был свойственен нашему Господу. Но при всем при этом, конечно же, в поведении Христа и его учеников есть некоторый такой пророческий выпад, протест против того, что пост оказывается элементом вот такой какой-то внешней, какое-то внешнего поведения. Пост выражается в том, как люди одеваются, как они себя ведут, как они себя показывают постящимися, и все это, разумеется, вызывает критику Христа. Вот. И известно нам из текстов Евангелий, что упрекают Христа и его учеников, потому что они не постятся, они не постящиеся люди. Но о новозаветном учении, о правилах пощения можно поговорить в другой раз, а пока сделаем вывод к тому, что мы выше с вами разобрали о посте в Ветхом Завете. И так христиане унаследовали все виды разнообразия, все видов поста, которые изложены, показаны, описаны в Ветхом Завете. Мы знаем пост как стиль жизни, монахи, например, вот, или какие-то миряне, которые избрали путь воздержания от мяса, движимой заботой о животных, например, либо каким-то покаянием, раскаянием в чем-то. Мы с вами знакомы с практикой календаря постных дат. У нас есть постные дни, дни строгого поста, у нас есть постные дни на неделе, среда и пятница, у нас есть постные периоды, это вот четыре поста христианских православных. А вот другие практики, увы, получили меньшее выражение и, возможно, кому-то и неизвестны из слушателей этого ролика. А именно, когда люди, движимые чувством раскаяния, ожидая от бука какого-то ответа на вопрос искомый, объявляют личный пост. Вот, как будто бы говорят, сейчас есть мясо можно, и я могу его есть, холодильник мой имеет в себе в выразилке запасы мясные, но я не буду есть мясо, не буду есть также сладкого, не буду есть ничего, буду воздерживаться от пищи, а, возможно, и от питья, жидкости в течение одного-двух дней, ожидая, чтобы Бог помог мне в моем экстраординарном, уникальном, бедственном положении. Я не имею помощи, я не вижу, куда идти, я беспомощен, Боже, помоги мне. И, наконец, еще одна практика, которую тоже можно было бы внедрить или вот так вот воскресить, чтобы она оказалась частью жизни уже коллективов людей, когда отдельная семья, отдельный приход, или вся церковь, или вся епархия, или весь народ объявляют публично время для воздержания, потому что какая-то возникает экстраординарная угроза, ну, не знаю, карантин, бедствия, атака террористов, потерявшиеся, я не знаю, в лесу дети и так далее. То есть, когда я не могу помочь ничем физически, материально, я объявляю пост, прося у Бога услышать наши молитвы, чтобы Бог снизошел к нашим бедам, к нашим нуждам и помог бы нам в нашем экстраординарном, случившемся здесь и сейчас бедственном положении. Дорогие братья и сестры, тема раскрыта, спасибо за внимание, помощником в нашем разговоре является портал экзеге.ру Всего хорошего, не болейте.